всем здравствуйте привет один из солнечной канады я решила сегодня показать вам наши витрины не судите меня строго я никогда этого не делал делаю это первый раз первый раз снимаю витрины поэтому как бы уж как получится так получится надеюсь что получится хорошо вам будет интересно все пойдемте смотреть так мы с вами находимся в одном их самых больших шоппинг центров антарии вернее думаю что это самый большой шопинг-центр находится довольно недалеко от моего дома где-то полчаса езды в другом городе но все равно близко мне так повезло представляете я живу рядом с самым большим шоппинг-центром онтарио народу очень мало как вы видите но я должна сказать что это будет не день середина дня плюс этот отсек представляет самые дорогие магазины дорогие марки поэтому здесь народу всегда мало как вы понимаете а потом переместилась поближе к чм там народу уже было полно 1 там монклер витрина насчет витрины красоты как-то не заморачивались поставили два манекена один в красной куртке один в черный собственно вот и все и видимо ну а чего и так купит теперь значит магазин тори бэрдж это очень-очень известный американский бренд я не знаю насколько он известен за пределами америки потому что основала его американская дизайнер тори бэрдж и вот как бы витрины тоже вот там были кроссовки здесь два манекена лысых в одинаковых белых платьях в разных в разного цвета сумочками самое красивое это вот было просто фотография какой-то модели витрине собственно вот это вот их марка магазина тори бэрдж немножко расскажу вам может быть вы не знаю не знакомы с ним вот это собственно тори бэрдж и дизайнер магазина основательница магазина она же дизайнер одежды она же как бы бизнес-директор молодец женщина довольно молодая симпатичная хорошо раскрутилась хорошо раскрутила свою марку они очень популярны и очень не дешевый магазин теперь перемещаемся витринам магазина коз магазин коз канаде открылся сравнительно недавно считается очень недешевым магазином ну собственно под по отношению к другим ценам которые у нас есть других магазинах витрины в магазине коз порадовали меня в общем более или менее как то чтобы на что-то может быть витрине потому что в них хоть что-то было ну какое-то подобие оформления витрин какой-то старались показать днк магазина собственно все знаем коз это магазин минималистичные хорошего качества одежды в основном поэтому вы видите что черно-белая гамма а вот немножко бежевые представлены брюки да и в общем более или менее как то чтобы на что-то можно посмотреть я все собираюсь ходить в магазин коз никак не доберусь до него надо будет ходить там померить следующий это магазин фирмы rolex ну тут конечно стоит две пары часов выставлены но можно было вообще ничего не вставлять помощью там уже господи rolex все знают что это часы что это очень дорогие часы цен кстати нет нигде ни в одном ни в одной витрине нет ни одной цены магазин rolex вот эти мне понравились картины с маками сзади за часами как фоном они поставлены очень красиво а вот магазин whole trend я должна вам немножко про него рассказать отдельно это мульти брендовый магазин в канаде он был основан 1837 году представляете провинции кубек и сейчас владельцами его является английский магазин хэродс вы наверно все знаете его и он как бы его перекупил не знаю точно в каком году и теперь он принадлежит магазину хэродс фирмы хэродс вернее но вот считается канадским брендом по-прежнему магазин продает в основном дорогие марки вот вы видите живанши там был представлен манекен маккуин самые-самые дорогие бренды которые есть в канаде и в сен-лоран они продаются в магазине hold renfrew и вот это вот по-моему red valentina очень-очень минималистичный черно-белый комплект если бы я не знала что это red valentina я бы решила что это витрина магазина uniqlo на самом деле сейчас что шикарные дорогие люксовые бренды что масс-маркет очень мало чем отличается продолжаем бродить по вдоль витрин hold renfrew как вы видите вот это вот магазин gucci это не отдельный магазин он это конор в мульти брендовом магазине поэтому как витрин как таковых нет есть просто как бы окно магазина и вы видите что все те же сумки я не видела большого отличия от сумок которые продавали может быть два три четыре года назад тот же вот этот вот marmont gucci marmont который продавали много лет назад просто разных разных цветов выставлены просто в окно значит это тоже конор магазина и в сен-лоран то же самое какие-то очень не очень внятные бсоножки вот эти вот сумки известные старые которые уже продаются много-много лет ничего нового я не нашла ничего необычного и витрины оформлены очень очень скромно магазин сальвадора ferragamo выставил все те же свои вот эти вот известные туфли которые очень очень много лет они продолжают выпускать и их продолжают покупать вот этот фасон вы наверное все их знаете вот эти вот с бантиком с надписью ferragamo собственно я погуглила их их придумали и стали выпускать в 1978 году вы можете представить семьдесят восьмого года дизайн туфель не изменился ferragamo продолжает их выпускать много много лет с успехом я уж не знаю с большим или нет по моему сейчас уже никто не покупает но тем не менее они продолжают их делать и продолжают выпускать следующий магазин это магазин club monaco тоже один из самых известных наших американских брендов я говорю наших потому что в принципе канада это в принципе тоже америка значит был основан 1985 году и недавно сравнительно был куплен брендом лара ральф лорен магазин очень красивой одежды очень качественной и очень недешевой но как вы видите витрины очень простые ничего особенного в них нету обычные вот эти слип дресс и обычные свитера вот в этой витрине обычные такие брюки кулоты синие и белые такого же цвета свитер монохромный лук если честно я не знаю что надо быть очень большим дизайнером или витринистом чтобы так одеть манекены очень просто очень скромно ничего особенного тоже как бы особо не заморачивались по моему следующий магазин идет майкл корс вы конечно все его знаете он очень известен во всем мире популярен последнее время как-то популярность их немножко упала но тем не менее продают вещи дорогие многие их любят многих носят в витринах выставлены кроссовки и сидят такие манекены серебристые я даже склонники на полу манекены только вот нижние как бы представлена нижняя часть манекена и сумки их выставлены обычные которые мы все знаем они из года в год выпускают одни и те же модели одни и те же модели которые всем уж по-моему надоели и рядом вот представлены их одежда в соседней витрине очень как это мрачная такая коричневая гамма я понимаю конечно сейчас осень на носу но все равно как-то уж очень прям так не знаю мрачновато как-то правда же следующий магазин магазин называется маска я правда мало мало то про него знаю я знаю что он есть у нас в канаде написано что он итальянский made in italy я никогда ничего не покупала может вот стоит сходить но витрины тоже довольно скромные вот красное платье белое платье как-то бы туфельки сумочку повесили какую-нибудь немножко заморочились бы ну нет вот просто вот представлены платья на манекенах без аксессуаров без ничего то есть в общем собственно особого дизайна тоже не наблюдается следующий магазин это я хотела про него рассказать подробнее это магазин kate spade тоже очень известный американский бренд очень популярный очень недешевый но вот здесь как бы мои глаза обрадовались потому что разнообразие красок цветов фасонов он известен этот магазин тем что он очень его днк это как бы разные цвета всякие разноцветия в общем вы видите по витринам что магазин как-то не минималистичный совсем видеть вот эти вот рисунки вишни в цветах очень веселый такой яркий магазин яркая веселая одежда вот это вот их эмблема по имени их основателя дизайнера кейт спейт которая к великому сожалению в 2018 году покончила с собой совершенно неожиданно и внезапно она была очень успешная очень известная женщина как все считали что в ее жизни все прекрасно и замечательно но вот видимо про видимо нет потому что вот случилось такое несчастье с ней и до сих пор это большая трагедия магазин продолжает существовать под руководством других дизайнеров других хозяев но во всяком случае вот это была очень известная трагедия много надела шуму и после этого очень многие стали задумываться о том что к сожалению не все что мы видим внешне не все что мы транслируем есть то что у нас в душе и сейчас мы переходим к магазину коуч мы тоже все его конечно знаем и вы его конечно знаете и он меня очень порадовал посмотрите какие интересные модели сумок очень-очень отличающиеся от того что мы привыкли в магазине коуч обычно мы как бы знаем фасоны тоже модели сумок очень похожие очень похожие на более известные дорогие бренды из которых они как бы стирают грубо говоря фасоны своих сумок но в этот раз посмотрите очень оригинальные и очень необычные я заинтересовалась что же это за новые сумки и зашла на их веб-сайт чтобы посмотреть их поподробнее потому что здесь на витринах отсвечивает и не очень хорошо понятно и вот это вот то что я нашла что это камин сум то есть пока еще на веб-сайте этих сумок нету и это какая-то коллаборация с художником которого зовут Жан-Мишель Бесква что-то такое я долго пыталась выговорить его имя вот так вот он выглядит я честно говоря думала вот это его картины я честно говоря думала что он какой-то французский канадец судя по фамилии но нет он родился в нью-йорке 88 году и к сожалению умер в 60-м и вот рисовал такие интересные необычные картины и коуч сделка коллаборацию с его картинами как бы некоторые части из его картин представлены на их сумках очень интересно будет посмотреть и как бы интересно посмотреть как это все будет выглядеть и следующий магазин это магазин марк кейн я если честно очень мало знаю этот магазин это немецкий бренд насколько я знаю представлен в канаде я никогда там не бывало надо будет сходить тоже как бы интересно просто посмотреть витрины тоже очень скромные ничего такого особенного в них нету ну вот собственно вот такая у нас получилась экскурсия не очень длинная короткая может быть я продолжу если вам понравится я продолжу смотреть на витрины немножко рассказать про наши бренды американские канадские значит иду же к выходу как вы видите по-прежнему народу очень мало что хочу сказать витрины меня как бы не очень порадовали у меня сложилось такое впечатление что никто особо не заморачивается их оформлением я не знаю здесь может быть два момента либо потому что нафига как бы и так все купят или наоборот а нафига все равно никто ничего не покупает возможно два варианта ну в общем посмотрим что будет дальше может быть это начало сезона может быть люди еще как бы витринисты хозяев магазина решили особо не заморачиваться по поводу оформления магазинов ну в общем посмотрим попробую еще раз потом сходить поснимать надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно увидимся в следующем видео всех люблю целую пока пока бай